Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 9 апреля и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению от обновлений минимальных значений, которые мы видели в четверг и в пятницу на уровне 1.2214, ну и движение далее по направлению 1.2148. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если пара сможет закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели 4 апреля на уровне 1.2314. По паре британский фунт и американский доллар. Также на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется, но мы уже с утра видим, что торгуемся вблизи максимальных значений, которые были зафиксированы в четверг и пятницу на прошлой неделе. И если паре британский фунт и американский доллар удастся закрепиться выше уровня 1.4104, то вероятен возврат к покупкам с целями роста до 1.4380. Ну а пока тенденция остается нисходящая. Цели по снижению от обновлений минимальных значений, которые были зафиксированы на прошлой неделе, и движение по направлению 1.3760. А пара американский доллар и канадский доллар продолжают свое нисходящее движение. Ближайшие цели по снижению – это уход ниже уровня 1.2720 и движение по направлению 1.2629. Возврат к покупкам, а значит и отмена нисходящего сценария будет рассматриваться в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальных значений, которые мы видели в пятницу на уровне 1.2797. Пара американский доллар и японская иена сохраняет тенденцию восходящего. Ближайшие цели роста – это уход выше максимумов четверга и пятницы прошлой недели, уход выше уровня 1.1745, ну и далее движение по направлению 1.1842. Отмена восходящего сценария будет рассматриваться в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальных значений, которые мы видели на прошлой неделе на уровне 1.10598. Пара австралийский доллар и американский доллар на текущий момент сохраняют свое движение восходящее, хотя мы видим, как из прошлой недели у нас более это похоже на боковое движение, но основная тенденция остается на укрепление австралийского доллара по отношению к американскому доллару, поэтому ближайшие цели роста – это уход выше максимальных значений четверга, уровень 77.26 и движение далее на 78.16. Отмена восходящего сценария будет рассматриваться в том случае, если мы видим закрепление ниже минимальных значений, которые мы видели 2 апреля, на уровне 76.49. По паре евро-фунт тенденция нисходящего сохраняется, ближайшие цели по снижению – это область 86.60 и далее движение по направлению 85.94. Отмена восходящего сценария будет рассматриваться после обновления максимальных значений четверга и пятницы, которые были зафиксированы на уровне 87.48. Золото на текущий момент продолжает свое движение нисходящее. Ближайшие цели по снижению – это уход ниже уровня 1319 долларов за тройскую унцию, ну и вероятно снижение до 1307. Отмена данного сценария последует в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу на уровне 1335 долларов за тройскую унцию с целями роста до 1348 и до 1360. По нефти марки Brent в пятницу мы смогли перейти вновь в фазу нисходящего движения, ушли ниже минимальные значения, которые были зафиксированы 5 апреля. И ближайшие цели для сохранения нисходящего импульса – это обновление минимальных значений 4 апреля, которые были зафиксированы на уровне 67.43. Если нефти марки Brent удастся обновить данный уровень, то вероятно сохранение нисходящей тенденции на более продолжительный срок. Ну а в свою очередь, если мы увидим вновь закрепление выше максимума, которые были зафиксированы 6 и 5 апреля, а в области 69.25, то вероятен возврат к покупкам с целями роста до 72.73. По индексу DAX тенденция восходящего сохраняется. Ближайшие цели роста – это уход выше максимальных значений, которые были зафиксированы на прошлой неделе, и движение по направлению 12843. Отмена восходящего сценария будет рассматриваться после ухода ниже минимума в пятницу, которые были зафиксированы на уровне 12100. По биткоину тенденция восходящая сохраняется. В рамках часового таймфрейма в эти выходные мы также увидели возобновление роста, ушли выше максимума, который мы видели 6 апреля, и движемся по направлению 7500 долларов за один биткоин, ну и среднесрочная цель движения на 10600. Отмена восходящего сценария будет рассматриваться в том случае, если мы увидим уход ниже минимумов, которые были зафиксированы на прошлой неделе, это отметка 6500 долларов за один биткоин. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда, напоминаю, что сегодня понедельник, и это значит, что у нас в 18.30 по Москве, Таллин, Киеву, Риге состоится вебинар, на котором из каждых инструментов мы разберем более подробно. Вебинары будут идти на нашем YouTube-канале, поэтому не забывайте подписаться на него, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления. Ну и также, если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня, хорошей торговой недели и увидимся вечером. Продолжение следует...